В чем отличие правонарушения от преступления? На этот и многие другие вопросы к охамским школьникам ответила мировой судья Юлия Кашина. Уже четвертый год подряд она приглашает в зал заседаний подростков, чтобы рассказать об ответственности за противоправные действия. Задачи напугать ребят уголовными сроками или административными штрафами, конечно, нет. Главное разъяснить нормы права и дать понять, что за преступлением неминуемо следует наказание. Детей очень интересуют вопросы именно ответственности за те или иные правонарушения. Мы стараемся разъяснить им их права и провести профилактические беседы, довести до них роль, важность того, чтобы они понимали ответственность за свои деяния и не совершали никаких правонарушений. В частности, речь шла о преступлениях, связанных с распространением наркотиков. Злоумышленники зачастую привлекают подростков к этому нелегальному занятию. Кроме того, представители полиции напомнили об ответственности за поведение в интернете. Из сомнительных сообществ в социальных сетях посоветовали выйти, а к репостам и лайкам относиться серьезнее. Чтобы ребята в полной мере смогли прочувствовать атмосферу суда, им предложили самим провести заседание, примерить должность гособвинителя, адвоката, судьи. Это дает ребятам более детально и подробно посмотреть, как вообще организуется уголовный процесс, что из себя это представляет. Дает возможность некоторым ребятам даже в будущем, так как у нас старшие классы, определиться, может быть, в выборе своей профессии и понять. Чтобы не оказаться на скамье подсудимых, необходимо четко следовать букве закона и не совершать глупостей. Эту простую истину нужно закладывать в неокрепшие умы еще в школьном возрасте, уверена судья. И тогда работы у Фемиды станет меньше.